Доброе утро, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, мы продолжаем говорить о молитве Господней. «Хлеб наш насущный, дождь нам днись». Таково четвертое прошение о хлебе насущном. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 11 стих. «Насущный» в переводе со славянского значит «существенный», необходимый для жизни. И потому это слово также переводилось как «ежедневный», «нужный на каждый день». Если первые три прошения относились к Богу, были нашим желанием, чтобы светилось Его имя, наступило Его царство, совершилось не только на небе, но и на земле Его воля, то теперь с этим четвертым прошением мы в какой-то мере переходим к нашим собственным нуждам, начинаем молиться о себе. Под хлебом в этом прошении, разумеется, конечно, не только хлеб как таковой, и даже не только пища, но и все то, что нам нужно для жизни. Все то, от чего зависит наша жизнь, наше существование на земле. Чтобы понять всю глубину, весь смысл этого прошения, нужно прежде всего вспомнить все то, что связано с символом пищи в Библии, так как только тогда прошение это перестает быть ограниченным, если так можно выразиться, ограниченным одной физической жизнью человека и раскрывается нам во всем своем подлинном значении. Смысл пищи мы находим в первой же главе Библии, в рассказе о творении человека. «Создав мир, Бог дает его в пищу человеку». И первое, что это значит – зависимость человеческой жизни от пищи, следовательно, от мира. Человек живет от пищи, притворяет пищу в свою жизнь. Зависимость этого человека от внешнего, от материи, от мира столь самоочевидна, что один из основателей материстической философии заключил человека в знаменитую формулу – человек есть то, что он ест. Но учение и откровение Библии не исчерпывается этой зависимостью. Пищу, то есть саму жизнь, человек получает от Бога. Это Божий дар человеку. И живет он, человек, не для того, чтобы есть и утверждать таким образом свое физиологическое существование, но чтобы осуществить в себе образ и подобие Божие. Таким образом, сама пища есть дар жизни. Дар жизни – как знание свободы и красоты духа. Пища притворяется в жизнь, но жизнь с самого начала показана как победа над этой зависимостью от только пищи. Потому что, создав человека, Бог дает ему заповедь обладать миром. Таким образом, получать пищу от Бога как дар Божий означает наполнение человека жизнью божественной. И поэтому с пищей же связан и библейский рассказ о грехопадении человека. Этот знаменитый рассказ о запретном плоде, который съел человек в тайне от Бога, чтобы стать как Бог. Смысл этого рассказа, несмотря на все домыслы, интерпретации, додумки и придумки, на самом деле смысл этого рассказа простой. «Человек поверил, что от одной пищи, от одной зависимости от нее, он получит то, что дать ему может только Бог». Путем пищи он хотел, вдумайтесь, он хотел освободиться от Бога. Это привело его к рабству пищи, порабощению миром. Человек стал рабом мира. Но это значит также и рабом смерти. Ибо пища, давая человеку физическое существование, не может дать ему той свободы от мира и от смерти, которую может дать ему только Бог. Ох, пища – символ и средство жизни, стала также символом смерти. Потому что если не ест человек, он умирает. Но если ест, он тоже умирает. Смотрите, Сама пища стала причастием смертному и смерти. И поэтому и спасение, и восстановление, и прощение, и само воскресение связано в Евангелии опять-таки с пищей. Когда искушаемый дьяволом Христос почувствовал голод, помните, дьявол предложил ему превратить камни в хлебы, в хлеба. И Христос отказался, сказав, «Не хлебом единым будет жив человек». Это Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Он преодолел и осудил ту самую всецелую зависимость человека от хлеба единого, от физической жизни, который обрек себя в библейском символе первый человек. Христос освободил себя от этой зависимости. И пища снова стала даром Божьим, причастием божественной жизни, свободе и вечности, а не зависимости от смертного мира. Вот таков на глубине смысл той новой божественной пищи с первых же дней христианства, составляющей главную радость, главное торжество христианской церкви, которую христиане называют Евхаристией, что значит «благодарение». Евхаристией, верой в причастие новой пищи, новому и божественному хлебу, завершается христианское откровение о пище. И только, только в свете этого откровения, этой радости, этого благодарения и можно по-настоящему понять всю глубину четвертого прошения молитвы Господней. «Хлеб наш насущный, дождь нам донесен. Подай нам сегодня необходимую для нас пищу». Да, конечно, это прежде всего прошение о том, что нам нужно для жизни, о самом простом, необходимом и насущном, о хлебе, о пище, о воздухе, обо всем том, причастие чему притворяется в нашу жизнь. Но это не все. «Дай нам» эти два слова. Это значит, что последний источник всего этого для нас сам Бог, его любовь, его забота о нас, от кого бы и как бы мы не получали дар. Все это от него. Но это значит также, что и последний смысл этого дара и этих даров он сам. мы получаем хлеб, мы получаем жизнь, но для того, чтобы раскрыть смысл этой жизни и смысл этой жизни в Боге, в знании Его, в любви к Нему, в общении с Ним, в радости, в радости Его вечности и той жизни, которую Евангелие называет жизнью с избытком. Вот, когда задумываешься над всем этим, погружаешься в смыслы, невольно хочется сказать, «Боже мой, как же сегодня далеки мы, образно скажу, от маленького и слепого крота, имя которому Фейербах». А это уже известная личность, я о ней говорил прежде. Да, конечно, как говорил он, человек есть то, что он ест, но ест он дар божественной любви, но приобщается то он свету и славе и радости, но живя, он живет всем тем, что даровал ему Бог. «Хлеб наш насущный, дождь нам днесь». И невольно хочется воскликнуть, дай нам в любви Твоей все это сегодня. Дай нам не просто существовать, но именно жить той полнотой, той полной осмысленной и в пределе божественной и вечной жизнью, для которой Ты создал нас, которую Ты дал и вечно даешь нам, и в которой мы узнаем и любим и благодарим Тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok